Ребят, второе видео, ссылка на первое видео находится в описании. Там мы с вами создавали виртуальное окружение и наш проект. Поэтому сейчас воспользуемся нашим проектом, но Visual Studio. По сути дела, здесь тоже всё просто. Вот это вот окно, здесь мы видим несколько вещей. Верхнее, где два файлыка, это у нас и есть вот эти вот каталоги. Дальше идёт отладка, мы ей воспользуемся. Дальше идёт вот такие кубики, это расширение. То есть мы можем установить любые расширения, которые... Вот, допустим, Python, Snippets и Install. Всё, и у нас будут доступны эти расширения. Значит, переключаемся. Откроем. Мы ранее создали, поэтому просто откроем нашу папку. Открыть папку, где мы создавали наш проект. Домашняя папка, а вы у себя. По HR-ам проект. Проект наш называется ID. Вот так вот откроем, потому что... Да, вот так вот откроем. Так, вот наш проект. Тут ещё от Sublime осталось, но пусть будет. Значит, теперь мы можем открыть терминал, новый терминал. Он сразу открылся в ID. Тоже мы с вами сделали рабочее пространство. Work on ID, Enter. Всё активировали. Теперь запуск сервера. Конечно же, здесь он есть. Нажимаем на жучка с крестиком. Нет конфигурации. Добавить конфигурацию. Здесь мы... А, вот ещё, ребят. Нет, можно, знаете, как ещё сделать. Сейчас мы это добавим обязательно. Вот как здесь надо сразу делать. Потом почитайте ещё статью, которую дал. Здесь, как и в Sublime, горячие клавицы. Ctrl-Shift-P. И... Python. Интерпретатор можно выбрать, да? Python. Так, я не помню, что я тут... Python. Так, Workspath. Сейчас, 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 секундочку, вспомню. Отключусь. Угу. Ctrl-Ap. Значит, Python. Двоеточие. Select. Выбрать интерпретатор. Ну, нажимаем. И вот высветились все. Находим наше виртуальное окружение, которое мы создавали в том уроке, да? Наше виртуальное окружение и называется так... ID, да? Ищем его, свое, которое создавали вы по тому уроку. Так, так, так. Так, похоже, надо было перезагрузить мне, потому что я вот, хоть и бей, я не вижу. Тут можно и создавать их, потом разберетесь, да? По ходу. Сейчас я перезагружу. Откроется тот же проект. Здесь вот выбираем любую оболочку. Python Select выбрать интерпретатор. Ну, либо я не вижу, либо я не знаю. Я не нашел сейчас. Ладно, не буду я дурить себе голову. Workon. Так, ID. И тап нажимаем. Все, вот оно есть. Так, теперь. Перевод. Перевод. Если хотите на русский язык, она будет на английском, то делается это буквально просто. Нажимаете библиотеки, вводите русиан. Русиан. И вам будет предложено скачать русский язык. Если он по умолчанию не установился после перезагрузки, то здесь нажимаем Ctrl-Alt-P, Lang, и потом настройка интерфейса выйдет. И просто-напросто выбираете русский язык. Так, Run. Run, Run, Run. Нажимаем отладку. Здесь нет конфигурации. Нажимаем добавить конфигурацию. Python. Здесь возьмем Django.Lav. Adebug. Добавить конфигурацию. И попробуем запустить. Сервер у нас запустился, только запустилась конда, да? Нам это не надо сейчас. Немножко другую. Вот здесь будет, ну, выберите свой сервер, все будет нормально у вас, если покопаться. Значит, здесь будет вот эта остановка сервера. Можно запускать, да? Опять. Исключение. Правильно. Python патч неверный. Абсолютно верно, потому что запустилась конда. Добавить конфигурацию. Python. А Django, когда мы добавляем. Так, стоп. Вот здесь есть дополнительная информация, нам надо указать где-то здесь в среду. А давайте-ка посмотрим. MGPY входит? Входит. Давайте вручную. Ма. Ctrl-C. Ма. А, у нас же нету сейчас. Все правильно. Вот здесь у нас. Здесь есть Ма. Есть. Ми. Есть. Все отлично. Все работает. Нам вот эта конфигурация надо. А у нас стала конфигурация не та. То есть где-то... Так, MGPY нам не надо. MGPY нам не надо. Все-таки надо выбирать там нормальный интерпретатор. Да. Так, ну я опять ввел все. Сейчас, кажется, я нашел все. Значит, P. Выбрать интерпретаторы. И сейчас я уже нашел. Вот она. Вот он интерпретатор. Вот он выбрался. Да. Теперь отладка. Отладка. Добавить конфигурацию. Смотрим. А это что у нас будет? Так, это JSON нам не надо. Добавить конфигурацию. Это у нас JSON. Значит, откроем. Ага. Правильно у нас открыт VS коды. У нас открыт был файл JSON. Значит, кликаем на VS коды. Все правильно. В JSON он запоминает. Питон. Питон. Энтер. Питон. Энтер. Немножко надо. Так. Вот мы видим наше ENV. Питон. Жанга и D. То есть все работает. Вот тут тоже можно нажать. Ага. Все сработало. Теперь нажимаем Ctrl-клик. И все опять заработало. Ну, немножко топа не говорю, но это один раз. Все. Нажимаем файл. Этот файл можем закрыть. Дальше. Вот наши файлы. ИД. URL. Запустим какую-то ошибку. Так. Он сразу пулинт вам предложит установить, чтобы посвечивать код. Устанавливаем в наше виртуальное окружение. Значит, если отказано, то используем суда. Сейчас попробуем. Так. 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 Ну, это вы разобрались. Так. У нас вот могут быть разные командные строки. Перезагружаем сервер. Все работает. Вот. Мы допустили ошибку. Написано в 20-й строке. Все правильно. У нас ошибка. Все верно. Так. Смотрим. Сервер сам. Перезагрузится. Все нормально. Ну и здесь. Уплатку. Запуск. А. Мы можем потом просто переключиться на другую консоль. И в ней привезти миграции. Тоже удобно. Мами. СТ. Собрать статику. Все. Все, ребят. Все работает. Немножко помучаетесь. Разберете здесь плагины. Ну, в общем, сложного ничего нет. Нету. Вот. Автосохранение есть. Отлично. Нажали автосохранение. Видите. Тогда, в принципе, давайте проверим. Два. Щелкнули. А где у нас сервер запущен? Вот здесь. Так. Надо немножко просто помучиться. Так. Пошли. Пока я не увидел. Да? Да. Теперь. Все у нас патч. Все вот есть. Автозавершение кода. Все класс. Так. Ну, ребят. Статью. И как-то так. Посмотрите. Сложного ничего нет. Тут денек. Ну, пару часов покопаться надо. А вот я добавлял плагин. Опять. Удаленный хост. Ну, это потом уже буду разбираться. Значит, для участников школы. То, что там найдете свое где-то скидывать группу. Теперь, что я хотел сказать. Ну, по крайней мере, у ребят появится выбор. Кто-то хочет с пейчаром работать. Кто-то будет работать с... Вижуал студия. Кто-то будет работать с саблайн. То есть, каждый найдет где-то что-то свое. По крайней мере, бесплатный саблайн. Вот это вижу студия довольно удобная. Бери, перезагружай. Бери, пожалуйста. Все отлично работает. Для джанго-то красота. Код подсвечивается. Все. Так, ребят. Ну, еще пару слов каких. Вот написал. Валерий Иванович, драйвером. Разобрался джанго. Теперь все понятно стало как на ладони. Там вот статью почитаете. Там пять уроков, как понять джанго. Да, если вы с нуля разберетесь. Пять видео уроков бесплатных. Все дал. Все будет в описании. Ну, все, ребят. Обратите внимание. Новости школы ВКонтакте. SPB, нижнее подчеркивание, тут. Начинать надо с сайта SPB. Телетут.ру Будет, скорее всего, другой интерфейс, потому что он переделается. Потом, возможно, уже переделан. Да. Все, все получится.